В САФУ состоялся чемпионат профессионального мастерства про лес. Это заключительный этап профориентационного проекта «Кадровый резерв лесной отрасли. Перезагрузка», который поддержан фондом президентских грантов и организован Северным Арктическим Федеральным Университетом, группой компании «Титан» и «Трактор и деталь групп». Главная цель проекта – заинтересовать школьников региона профессиями, востребованными в лесной отрасли. Наша задача была показать возможности и перспективы этой лесной отрасли, что она тоже двинулась намного вперед, что это и цифровизация, и современные машины, интересная работа, которая дает большие возможности. А вот возможность попробовать свои силы на чемпионате представилась 40 школьникам из Архангельска, Карпогор, Коряжма и Холмогор. Именно они успешно прошли первые этапы летних и зимних проектных школ и добрались до самого интересного, хотя и сложного – настоящей профессиональной работы в пяти лабораториях. Лесное хозяйство, лесозаготовительное производство, инновационная древесина, лесная механика, лес и бизнес. В каждой по восемь участников. «Цель этого чемпионата – выявить лучших. То есть у нас будут победители определены и два призера. То есть предыдущие этапы – это были командная работа, а сейчас у них индивидуальные проекты. Они соревнуются друг с другом, это понимают, и это добавляет им такое небольшое волнение». В лаборатории лесной механики действительно царит атмосфера соперничества. На тренажере-симуляторе многооперационной лесозаготовительной машины «Харвестере» участникам в течение 15 минут необходимо произвести непростую работу оператора – повалки деревьев, раскрыжевки, укладки сортиментов вдоль Волока, а также правильному окончанию работы. «Ребята получили возможность потренироваться. Сегодня утром у нас был установочный этап, и они ознакомились с оборудованием, ознакомились с самим симулятором, потренировались. Но на каждого человека пришлось буквально по 10 минут, что весьма мало на самом деле. Поэтому ребята практически с нулевыми знаниями подходят сейчас к этому чемпионату и показывают очень хорошие результаты». «Я почувствовал такую атмосферу, что я как будто нахожусь в лесу, еду на этой машине и валю лес. После вот этой поездки на этот конкурс, я, возможно, решил для себя, что буду работать в «Титане» на комплексе». А для кого-то из сегодняшних школьников местом работы станет лесозавод номер 25. Именно здесь участники чемпионата про лес в лаборатории лесозаготовительного производства выполняли задания по учету и приемке древесины. «Их задача – оценить непосредственно диаметр, длину древесины и определить объемы древесины, которые у них имеются. Ребята справляются, первоначально они прошли обучение небольшое, поэтому, соответственно, они примерно представляют, как это делать». За конкурсантами наблюдают специалисты, которые занимаются учетом лесопродукции и оценивают правильность выполнения работ. «Им это интересно, это заметно по ним. Они уже для себя могут решить, в будущем это пригодится им, пойдут они по этому направлению работать или нет. Может, и к нам придут. Мы будем очень рады таким специалистам, которые со школьного возраста уже знакомы с этой продукцией». Участие старшеклассников в чемпионате – уникальная возможность увидеть и лично оценить специфику и перспективы лесных специальностей. «Это не просто соревнование, а погружение в настоящую профессиональную деятельность». «Подросток, как я, не знает, куда ему уйти, посещает такие мероприятия, он сможет определить, нравится ему это дело или не нравится, и уже от этого отталкиваться, выбирать свою профессию». Елена Вишнякова, Сергей Земских, Анастасия Ломакина, Медиа-центр САФУ, Арктический мост.